Глава 28. Разговор с двуликой. На вокзале Соню встретил папа и повез в зачарованный лес на мото-велосипеде с коляской. — Сонечка, дорогая, бабушка Серафима просила отвезти тебя прямо к ней. — Как Фома, милая, изменений пока нет? — Папа, я не знаю. Тима обещал отправлять через день срочные письма, писать все новости про Фому. — Как мама? — Очень за вас с Фомой переживает. — А так ничего. Мне так жаль, милая, что тебе выпали такие испытания и в самый счастливый период жизни, перед свадьбой. Надеюсь, что все наладится. Но сейчас позволь помочь тебе. Мы с мамой готовы оказать тебе любую помощь. — Папа, спасибо. Я сама не знаю, какая помощь мне понадобится. Все случилось так быстро. Происходят события, которых я не понимаю. Это сложно объяснить, папа. — Да, милая, мы с мамой знаем, что ты похожа на Серафиму. А ее внутренний мир может понять лишь только такая же белка. Я даже иногда сомневаюсь, белка ли она. — Папа, а кто же? — Я не знаю. Если кто и разберется, то это будешь ты. А вот мы и приехали. Ее кедр. Я не стану подниматься, буду ждать тебя здесь. Разговаривайте хоть весь день. Не беспокойся обо мне. Сейчас самое главное, чтобы Серафима смогла тебе помочь. Соня выскочила из мото-велосипеда и начала подниматься в дом прабабушки. Раньше она в нем не бывала. Они встречались или в родительском доме, или в гостях на праздниках. Дом был очень большой, раза в три больше, чем родительский. Он больше походил на дом для рыси, чем белки. Черного дерева с множеством резных украшений, чем-то напоминавших резьбу на волшебном буфете. Орнаменты из листьев, разбивающиеся растения, цветы. Кое-где стебли растения плетали черные деревянные змейки с поднятыми головами и высунутыми жалами. Дом был очень необычный. Если бы Соня не торопилась, она бы остановилась разглядеть его подробно. Второго подобного дома она раньше в зачарованном лесу не видела. Дом колдуни, подумала Соня. Прабабушка заключила в Соню в объятия, прижала к груди, поцеловала в голову и повела вглубь своего жилища. Садись в кресло, дорогая. Соня молча опустилась в кресло с высокой спинкой. Серафима села напротив такое же. А в следующее мгновение Соня потеряла дар речи. В кресле напротив сидела черная кошка. Серафима исчезла. «Кто ты?» Соня не узнавала своего голоса и ее бил озноб. То, что сейчас произошло, не могло быть правдой. Где ее прабабушка? Почему она исчезла? Это черная кошка заставила ее уйти, чтобы поговорить с Соней наедине, что происходит. Соня, не так много вопросов сразу. Твой крик мешает мне говорить. Но я не кричу. Кричишь, только мысленно. Неужели ты думаешь, что я не слышу твои мысли? Я знаю, что ты несчастна и устала. Но постарайся взять себя в руки. Никуда Серафима не исчезла. Я и есть Серафима. А черная кошка – это мой облик из верхнего мира. Но я могу принимать это обличие в любом мире. И ты, кстати, тоже. Ты одна из наших. Все в нашей традиции умеют принимать любой облик. Но мы предпочитаем быть котами, когда не нужны крылья. Это происходит на самом деле? Да нет никакого на самом деле. Есть мир, который ты видишь. Тебе дано видеть, как я меняю облик. Потому что ты сама это умеешь. Или сможешь, когда придет время. Твоя мама не сможет увидеть меня в виде черной кошки. Я для нее всегда буду белкой. Или она не увидит меня вовсе. Давай о превращениях позже. Ты приехала выяснить, что тебе делать дальше. Как жить. Что будет с Фомой. С Фомой, кстати, все будет в порядке. Решение по нему принято. Он начнется в ближайшие дни и вскоре пойдет на поправку. Он хороший сказочник и еще нужен миру. Сказки были необходимы всегда. И сегодня их тоже не хватает. А с твоим будущим, я думаю, что тебе не стоит больше уезжать из зачарованного леса. Если ты уедешь, ты не сможешь вернуться. И жизнь твоя будет совсем не такая замечательная, как ты думаешь. И уж куда менее интересная, чем может быть. Твое место в зачарованном лесу. И я тебе постараюсь объяснить, почему это так. Соня не верила, что это происходит не во сне. Ее хватило радость, когда она услышала, что с Фомой все будет в порядке. Она сразу поверила кошке, которую она не могла считать Серафимой. А потом, когда кошка сказала, что ей больше не стоит уезжать из зачарованного леса, Соня вся сжалась, превратилась в комок боли. Да как это может быть? У нее же своя жизнь. Дом, Фома, ателье, обязательства, друзья. Как это она больше не увидит все это? Просто невозможно поверить. И чтобы она приняла такое решение по своей воле. Соня, считай, что прежняя ты больше не существует. Тебя нет. Некуда возвращаться. Ты училась в школе в Верхнем мире. После этого не будет прежней жизни или будет, но очень короткая. Это уже никому не интересно. Ты можешь идти только вперед. Именно поэтому ты испытываешь такую боль сейчас. Это умирает прежняя ты. И чем скорее ты позволишь жить себе настоящей, тем лучше. Что значит быть хранительницей? Что значит уметь менять облик? Я не могу вернуться к Фоме? Почему он не может переехать в зачарованный лес, если он согласится? Причем тут Леня? Он не учился в школе, ничего не знает про котов. А Фома знает. Соня, в конце концов, все твои желания исполнятся, чтобы ты сейчас об этом не думала. Давай-ка мы отпустим твоего папу, поужинаем, и ты останешься ночевать у меня. А завтра будет видно. Тебя всегда может отвезти к родителям или на вокзал мой ворон. Иди прими душ, я скажу твоему папе ехать домой. Мгновение спустя из кресла поднялась прабабушка Серафима и вышла из комнаты. Соня огляделась по сторонам. Комната была уютной. Они разговаривали в гостиной. В углу был большой камин. Несколько кресел стояли у стен. Посреди комнаты высился круглый стол, окруженный стульями, создавая впечатление праздника. Стол был покрыт скатертью со странными символами. Они были похожи то ли на буквы неизвестного Сони языка, то ли на замысловатые геометрические фигуры. А может быть это были изображения инопланетных существ, которые были не похожи ни на одного зверя из зачарованного леса. Соня огляделась и от неожиданности моргнула. За ней стоял высокий шкаф из гарнитура. Того самого волшебного, с резьбой по бокам двух двериц, украшенных рисунками котов. Соня не знала, чего она больше хочет, расплакаться или рассмеяться. Это был конец и это было начало. «Я сдаюсь», – подумала Соня. Она больше ничего не понимала. Цепляться за старое было бесполезно. Или она научится жить по-новому, или ее не станет. Кошка сказала правду. Кто бы она ни была. И Соня хотела узнать себя новую. Кем бы она ни была. В конце концов, что может быть интереснее, чем узнать себя? А раз он будет жить и ее желания когда-нибудь сбудутся, то чего ей бояться? Пусть коты мне покажут, что значит это новое. И для чего они меня учили. А ты действительно моя прабабушка? Ты родилась белкой? Несомненно, Соня, как и ты. А в какой-то момент моя прежняя жизнь подошла к концу. И это было непросто для меня. Но та, что пришла на смену, интереснее в тысячу раз. Даже в самой смелой фантазии я бы не вообразила себе свою новую жизнь. И тебе предстоит пройти мой путь. И я очень рада за тебя. Как бы странно тебе это не казалось. Пойдем на кухню, дорогая. Кухня поразила Соню больше, чем волшебный шкаф. После того, как черная кошка и прабабушка Серафима оказались одним лицом, наличие шкафа было ожидаемо. Кухня предельно современная. Такие нечасто можно было увидеть даже у жителей большого города. Разве что среди состоятельных молодых горожан в районе большого. Все сверкало металлическими поверхностями самой модной техники. Длиннющая каменная столешница посверкивала разноцветными вкраплениями. Глянцевые поверхности кухонного гарнитура цвета стали своей строгостью линии придавали сходство кухне с внутренностью космического корабля, наполненного различной аппаратурой. Удивлена? Я уверена, второй такой современной кухни нет. Не только в зачарованном лесу, но, пожалуй, в полюбившемся тебе большом городе. Это подарок от одного старого приятеля из Нью-Йорка. Он когда-то жил в зачарованном лесу, давно уехал. Еще твоей мамы в проекте не было. Оказала ему услугу, он прислал мне в подарок кухню. Старая это была, любой бы антиквар позавидовал. Я так смеялась, когда увидела это чудо современной мысли, что решила ее оставить. Нельзя позволять себе становиться костной. Любимая одежда, мебель, привычки, даже волшебство может стать старомодным. Эта кухня меня бодрит. А старую кухню ты выбросила? Нет, старую забрал ворон. Он сентиментален, знакомы мы с ним с детства. Столько времени в детстве играли на старой кухне. Потом в юности поверяли в ней свои сердечные тайны. Забрал в свой дом. Он живет неподалеку. Он тоже волшебник? Я бы сказала, да, но не такой, как мы, не нашей породы. Он знает, что мы, хранители, превращаемся в кошек? Это он, конечно, знает. Но это далеко не все, что мы можем, Соня. И это не главное. А что главное? Накладывай себе оладьи, кабачковые и яблочные с медом. А вместо чая я тебе дам отвар, чтобы ты как следует отдохнула сегодня. А главное, Соня, это стать собой, тем, кем ты являешься, открыть свой внутренний мир и начать жить в нем. Не уверена, что понимаю тебя, как это сделать? Каждый решает для себя сам. Нет ни одного рецепта, но главное – фантазия, свобода и никаких компромиссов. И вера в себя. Разве так бывает? Иногда происходит что-нибудь странное и приходится с этим жить. Разве это не компромисс? Да, Соня. Значит, творец тебе доверяет. Он дал тебе странный кусок реальности, чтобы ты его изменила во что-то прекрасное. А если я изменю неправильно? Соня, нет правильного и неправильного. Есть опыт. Новый всегда лучше старого. Ты когда-нибудь любила? Я знаю, что был прадедушка, потом он уехал. Почему ты живешь одна? Разве так лучше? Любила и сейчас люблю. И почему ты решила, что я живу одна? Одна я только в этом мире. Но здесь я так занята, что одна почти не бываю. А в другом мире у меня есть друг, с которым у нас общий дом. Кот? Да. Ты мне расскажешь о том мире? Зачем? Ты сама увидишь. Когда, Серафима? Да хоть сегодня ночью. Как тебя лазит, дорогая? Вкусный и мед необычный. Будто не мед совсем. Не из нашего мира. Финиковый. Вполне себе из нашего. С юга. Там, где растут финиковые рощи. Он полезен, как и всякий мед. И, Соня, хоть повод и не веселый, я рада, что ты у меня в гостях и останешься спать в моем доме. Давно у меня не ночевал никто из моих детей и внуков. Я уже и забыла, когда последний раз. Допила отвар? Я провожу тебя в гостевую комнату, а сама слетаю по делам с фороном. Понадобится что-нибудь? Просто задай мне мысленно вопрос. И я отвечу. Разве я услышу? Непременно, Соня. Пока ты у меня дома, но скоро научишься слышать нас в любом месте любого мира. Что значит любого, нижнего и верхнего? Ох, Соня, миров намного больше. Ты стоишь на пороге удивительной жизни. Не бойся, доверяй своей судьбе. И она преподнесет тебе удивительные подарки. Серафима, я поняла. Скажи, а как сейчас Фома? Он еще без сознания? Пока да. Я тебе обещаю, через несколько дней он придет в сознание. А через месяц выйдет из больницы совсем здоровым. Но свадьбы не будет, верно? Все может быть, дорогая. Доверься своей судьбе, и ты увидишь, что из этого получится. Прабабушка проводила Соню в небольшую спальню, стены которой были затянуты в светло-голубую ткань. Широкая кровать занимала почти всю комнату. В углу стоял туалетный столик с табуретом. На стенах висели несколько акварелей с пейзажами. Как показалось Соне, на картинах был изображен зачарованный лес. Комната выглядела современной, но точно такую же комнату можно было встретить и сто лет назад. У нее не было возраста, и она не принадлежала определенной эпохе. Соне казалось, что спать она не хочет. Прилегла на кровать обдумать разговор с Серафимой и сразу провалилась в сон. А когда проснулась, было уже утро. Солнце выглядывало из-за голубоватых штор. Пора было вставать. Снов Соне не снилось. Вернее, она не могла вспомнить ни единого. Такое с ней случилось впервые. Интересный дом был у Серафимы. Как же она сама уходила в другой мир, если Соня не смогла увидеть в этом доме ровным счетом ничего. Умывшись и переодев платье, Соня решила пройти на кухню. Пройдить одной по большому дому не хотелось. Настроение у нее было удивительное. С одной стороны, она была совершенно спокойна, а с другой, она хотела думать только о своем возлюбленном. Но мысли не удерживались. Она начинала думать, а в следующее мгновение мысль улетучивалась и в голове становилось пусто. О вчерашних превращениях Серафимы думать не получалось тоже. Соня наблюдала за тишиной в своей голове и прошла на кухню. Раньше или позже бабушка выйдет попить чаю, и в конце концов Соне надо было решить, что делать дальше. Что значит, она должна остаться в зачарованном лесу? У нее дом в большом городе. Как Серафима себе это представляет? Соня вошла в кухню и остановилась в недоумении. Она не могла перепутать. Дом был огромный. Но от кухни до костевой комнаты надо было пройти прямо по коридору, никуда не сворачивая. Других помещений напротив не было. Вчера Соня была на поразительно современной кухне, а сегодняшняя кухня вполне могла принадлежать старухе-знахарке. Вся из старого дерева, потемневшей от времени шкафы и буфеты, деревянный стол с массивной столешницей, печь, деревянные балки под подолком, с которых там и тут свисали пучки трав. Кухня явно была жилой. На столе стоял самовар, рядом чашка с недопитым чаем и блюдце с ушками. Соня решила вернуться в комнату, проверить. Может быть, она все-таки перепутала дверь, хотя понимала, что это бесполезно. И что, у прабабушки две кухни? Зачем могут быть нужны две кухни? Да она и сама рассказывала, что старую кухню отдала. Нет, помещение то самое, где они были вчера, ужинали. Но как такое может быть? Она что, проснулась в прошлом? Соня услышала звук шагов, обернулась. Перед ней стояла черная кошка. Доброе утро, дорогая. Ты рано встала, попьешь чаю? Серафима, то есть, как мне к тебе обращаться, когда ты кошка? Соня, я всегда кошка. Я могу менять облик, рождаться в некоторых мирах. Но кошка – моё истинное обличие. Моё имя – Каника или Прекрасноокая. А тебя будут звать Евс Прекраснохвостая. Мы в прошлом? Почему в прошлом? А, кухня? Да нет. Я люблю старые вещи и не стала менять в верхнем мире гарнитур, хотя сделать это легче лёгкого. Надо лишь подумать, и он изменится. В этом мире можно изменять силы мысли, при условии, что сила есть. В мире, к которому ты привыкла, Соня, так тоже можно, если знать искусство. Ты ещё маленькая и почти ничего не знаешь. Когда переродишься, тебя начнут учить по-настоящему. Так мы сейчас не в зачарованном лесу? В зачарованном лесу, но только в верхнем мире. А как я смогла там оказаться? Я же проснулась. Соня, ты ещё очень мало знаешь, что значит оказаться. Просто переключилась на другой мир. Ты знаешь, как выглядит радиоприёмник? У тебя есть в большом городе? В лесу радио не любят, но горожане всегда рады шуму, чтобы в них не воцарялась тишина ни на один миг. Они очень трусливые, боятся быть собой. Так ты видела радио? Конечно, у нас с Фомой есть, даже два. Мы оба любим музыку. Да, музыка стоит того, чтобы завести радио. Хотя, когда ты переродишься, ты станешь слышать дивную музыку без всякого радио. Она будет слышна тебе, божественные звуки Вселенной. Вселенная всегда поёт. Надо лишь настроиться на её волну. С мирами так же. Наше тело – приёмник. И в зависимости от того, на какой мир мы настроены, то мы и видим. Такие, как мы с тобой, видим два или несколько, или сколько угодно миров. Но почему тогда все не настраиваются на несколько миров? Это же так интересно. Соня. Да не все хотят, да и не все могут. Некоторые ещё малые, им с одним миром не справиться сложно. Другие очень ценят этот мир и ни за что не захотят лишиться возможностей иметь в этом мире как можно больше и становятся слишком тяжёлыми для того, чтобы переключаться. Им кажется, что они управляют этим миром, но они рабы в нём. Такие, как попугай Анатос. Это он строил аварию? Ты действительно хочешь это знать? Нет, пожалуй, не хочу. Лишь бы Фома выздоровел и был в безопасности. Я так и подумала. Месть – бессмысленное занятие. Оно не для таких, как мы. Это удел рабов своих страстей. Тех, кто думает, что на всё есть причина и следствие и линейное время из прошлого в будущее. Но ничего этого не существует. Попугай разыграл свою карту и будет думать, что победил. Ты уехала из большого города. И ему ничего не будет за то, что он сделал. Ты же сказала, что тебе всё равно. Да, но есть же справедливость или нет? Соня – и да, и нет. Попугая ничего не будет за то, что он нанял убийцу сбить Фому. Но ему будет сложно измениться, когда для него настанет время расти и меняться. Ему сложно будет освободиться, Соня. Освободиться? Конечно. Он будет рождаться и умирать много раз. Закончить этот цикл бесконечных коротких фильмов. Перестать смотреть кино и переродиться в вечного неумирающего. Это значит освободиться. А я когда-нибудь смогу освободиться? Да, переродишься. Начнёшь служить и сможешь. А Фома? Ох, дорогая, в своё время сможет и Фома. А что мне делать с моей жизнью, Каника? Прямо сейчас мы немного полетаем и расскажу тебе кое-что. Мы полетим вдвоём на вороне? Соня, только в Нижнем мире нужен ворон, чтобы летать. А в остальных мирах ты просто летишь куда хочешь. Кошка с Соней вышли из дома. Соня хотела спросить, как кошка приказала. Держись за мой рукав, прекрасно хвостая. КОНЕЦ